Налоговые службы Алматы проверяют владельцев элитного жилья, которые не платят налоги от сдачи квартир в аренду. О каких суммах идет речь и какое наказание грозит нарушителям, расскажут мои коллеги. Сразу о 15 случаях неуплаты налогов в одном доме стало известно благодаря объявлениям в интернете. 420 тысяч тенге и трехкомнатная квартира в элитном жилом комплексе к вашим услугам на целый месяц. За 230 тысяч можно снять двухкомнатную. По закону, владелец жилья должен был ежемесячно платить налог в 2-3% от суммы аренды. У нас есть фамилия, имя, отчество, данные владельцев. Мы посмотрели, никаких налогов от них не поступало, в том числе и не регистрировалось в качестве ЕПЭ. Вычислить неплательщиков в этом доме оказалось несложно. На популярных сервисах по поиску жилья указаны цены и контакты хозяев. Департамент госдоходов планирует при будущих проверках задействовать и соседей, которые часто жалуются на шум в подъезде. Этот информационный лист предназначен для арендодателей и для их соседей. Он напоминает о том, что необходимо зарегистрироваться в департаменте госдоходов. Одни скрывают свои доходы, а другие предлагают услуги прямо на улице всего в 100 метрах от департамента госдоходов. Арендодатели, которых регулярно можно увидеть вдоль проспекта Аблайхана, уверяют, что исправно пополняют налоговую казну. У меня есть ИП. Налог плачу. Все квартиры официально оформлены. Пока нет жильцов на долгий срок. Для тех, кто остается на 1-2 месяца, делаю прописку. Встретить Новый год без налоговых хлопот предлагает департамент госдоходов алматинцам. В течение недели хозяевам 15-ти квартир этой элитной многоэтажки необходимо зарегистрировать ИП и честно выплатить сокрытые налоги. В противном случае их ожидает штраф в размере 15 МРП и, возможно, судебное разбирательство. Полина Чехичина, Ерлан Абжанов. Итоги дня Алматы.